Привет, друзья! Хочу поделиться с вами интересным приготовлением свиных отбивных на косточках. Рецепт прост приготовление, но оригинален добавлением к мясу кислинки огурца маринованного и сладость помидора. Создается такое вкусовое сочетание, от которого невозможно оторваться. Начнем. Разберем 4-килограммовый свиной отруб на порционные отбивные, обязательно сохранив косточку на мясе. Я преднамеренно выбирал мясо на косточке. Так отбивная будет при приготовлении. И сочнее, и вкуснее. Косточка сохранит в мясе всю сочность. Лишний жирок с порционного кусочка я, конечно, удалю, но маленькую полоску оставлю. Она даст еще сочнее будет мясо и вкуснее. Без фанатизма отобьем каждый кусочек с двух сторон. Используем пленку пищевую, чтобы брызги не летели. Отбиванием мяса мы разрушаем мясные волокна. От этого мяса становится мягче, нежнее. И также насыщаем мясной кусочек кислородом. К подготовленным отбивным я сухой метод маринования применять не буду. Я имею ввиду соль и перец. Продолжу дальше приготовление по методу жарки стейков. Садж на печь. В садж немного масла без запаха, но у меня объем мяса большой, поэтому я миллилитров 150 налью. И хорошо нагреем масло до дымка. В огненное мясо опускаем отбивные и обжариваем по 2 минутки с каждой стороны. Как только на мясе появилась румяная корочка, сразу переворачиваем. До готовности нам доводить не надо. Этим займется печь. Нам нужна румяная, аппетитная корочка. Снимаем отбивные на блюдо, первую партию. И пока они огненные, горячие, сразу применяем горячий маринад. Соль и перец. Сейчас уже соль... Мы запечатали мясо, соль уже не вытянет соки мясные. Вот сейчас, пока они горячие, с двух сторон мы их хорошо обработаем. Они впитают и соль, и перчик. И будет песня. Ну, соль по вкусу, сами понимаете, как перчика побольше. Мясо с перцем дружит. Красота. Для более сочности и аромата я приготовлю своеобразную обмазку. Чесночное сливочное масло. Я не хочу использовать майонез, аджику. А вот чесночное масло, оно даст аромат мясу и, конечно, сочности. Две ложки топленого сливочного масла. Разогреваю. Сливочное масло делаем жидким, но не горячим. Теплым. Это важно. Потому что мы будем туда через пресс добавлять чеснок. Если масло будет сильно горячее, чеснок пропал, запах с него. Тепленькое масло делаем. Ну, я сразу уже, время не тянуть. Пока она нагреется, я уже туда чеснок добавлю. Чеснока добавляю много. Две головки. Ну, и мяса у меня много. Первоначальный мой замесел был, каждую отбивнушку обмазывать кисточкой. Но это долго и много и переворачивать неудобно. Я решил просто искупать их в чесночном масле. Если не хватит, сделаю еще. Так будет намного эффективней. Но придется руками. И лучше. Просто переверну в масле с чесноком. С двух сторон. И на противень. Пусть впитывает. Ой, какой запах аромат. Невозможный. Мясо с чесноком это что-то. Остатки нанесу сверху. Такое добро не пропадет. Там чесночок останется. Сейчас масло все впитается. Остатки чесночной намазки. Тут в основном чесночок нанесу сверху ложкой. Займусь обещанными вкусовыми наполнителями к мясу. Это у меня будет свежий помидор сладкий. И домашние консервированные огурчики. Томаты и огурцы нарезаем тонкими дисками. Огурцы полосками. Впрочем, кому как нравится. Выбор нарезки за вами. Нам надо просто покрыть мясо овощами. А какой формы. Это на вкусовые качества не влияет. Чтоб помидорчик не стекал, сразу переносим его на кусочек мяса. Укрываем кусочки мяса овощами. Помидор. Огурец. Если огурчик маленький, можно два положить. Мы этим не перебьем вкус. Он не сильно соленый. Красота. Томаты на мясе немножко подсолим. И укроем пищевой фольгой. В печи температура у меня сейчас сколько-то. Ну, почти 200 градусов с лишним. Мясо сильно пригорит. Я хочу 10 минут фольге протомить. Затем фольгу снять и добавить сыра. И сделать корочку. Поэтому накрываем фольгой. Процесс приготовления в печи будет недолгий. Первый этап в фольге 15 минут. Затем фольгу снимаем и 10 минут даем сыру покрыться корочкой. Отправляем мясо в печь. Противень я достал. Время вышло 15 минут. Снимаем фольгу. Какой аромат. Я балдею. Чесночком. Сочно. И засыпаем щедро, не жадничая, как для себя, сливочным твердым сыром. Можно немножко примять. У меня сыру 300 грамм, сколько пойдет. Отправляем нашу красоту еще на 10 минут. Пусть сыр расплавится. И будем пробовать. Но мы еще посмотрим, как он будет плавиться там. Посмотрите, как они аппетитно заплывают сырком. Пыхтят. Аромат с печи идет. И чеснок, и с сыром. Очень аппетитно пахнет. Вот и готовы мои сочные отбывные. Время пробовать. Кто любит сырную корочку зажаристую, извиняйте. Я люблю помягче. Это все в ваших руках, когда будете готовить. Берем одну на пробу. Сколько соку, а? Вот так. И пробуем. Стоит разделить кусочек, чтобы и вы посмотрели, что получилось. И мне удобно пробовать. Вот так. Красота. Как аппетитно пахнет. Мама дорогая, как это вкусно. Друзья, я в полном восторге от этого блюда. Предлагаю вам приготовить и насладиться вкусом, вкусом этого сочного мяса. Всего вам доброго. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok